Потому что славяне хотят евангелизировать Америку. Возникает вопрос, кто эти прихожане? Эти люди на самом деле, либо такие же, как вот эти вот телепроповедники или евангелисты, так называемые. Радчукам этот дом достался бесплатно совершенно. Они продают дубовым за 550 тысяч. И спустя пять лет за те же деньги выкупают эту недвижимость. Общая стоимость этих коттеджей составляет как минимум от миллиона до полутора миллионов долларов. То есть интересно, откуда деньги такие у таких взорвавшихся, таких наглых, таких просто грубых и таких, ну даже не образованных где-то украинских проповедников. Но им скажут, что моя рубашка пахнет лучше, чем шинел. Наше предыдущее расследование по так называемому славянскому, либо украинскому телеевангелисту Славе Куратчуку привело нас к неожиданному открытию. Мы обнаружили в штате Джорджия, по сути, такой райский уголок, здесь в США, поместье, или даже два поместья телеевангелиста. Во-первых, я напомню подробности, либо детали нашего предыдущего расследования. Значит, мы говорили о двух детях Славе Куратчука, это Юрий и Владимир Радчук. Один из них похитил Галину Радчук, свою сестру, и избив американца. Другой с ним, видимо, участвовал в этом. И оба они получили пять лет пробации и также общественной работы. Вы подробнее смотрите в нашем расследовании по ссылочке, которая будет оставлена под этим роликом. И вот теперь мы обнаружили детали этого происшествия. Они не менее яркие, чем наши предыдущие расследования. Если ссылаться на рапорт полиции, который мы запросили в местных правоохранительных органах этого каунти, в Чироке Каунти, в штате Джорджия, там очень интересная ситуация обрисовывается. Вот, допустим, цитирую, офицер Гонзалес и я наведались домой к Славе Куратчуку и принялись расспрашивать его сына, собственно, Юрия Радчука, о его брате Владимире. Юрий сказал, что не знает, где он находится. В итоге выяснилось, что Владимир был рассержен тем, что его сестра Галина отвергла законного мужа и дружила с неким американцем Крисом. Для семьи Радчуков это было, естественно, стыд и позор, что вот их дочь в семье проповедника, известного пастора, телеевангелиста, вот, нарушает брачные обязанности свои, расторгает, можно так сказать, свой брак. И вот, естественно, семья Радчука очень сильно рассердилась, говорится, в этом полицейском репорте. И Владимир Радчук отправился, взяв семейный минивэн, отправился вызволять ее из, как говорится, лапы этого американца. Приехал он в апартмент этого американца, вытащил Галину, затащил ее в этот минивэн, избил этого американца, пытался тащить минивэн. И только тогда, когда соседа крикнул и кто-то вызвал полицию, эти люди сбежали с Галиной, соответственно. Ну, естественно, полиция приехала на место происшествия и начала расследовать, опрашивать свидетелей. Выяснилось, что оказывается, действительно, то, что рассказывал сосед, этот свидетель, было правдой. Это подтвердили другие улики на месте происшествия, другие свидетели. И выясняется такая ситуация. Владимир Радчук берет семейный минивэн, едет к этому соседу, избивает, забирает Галину. И тут на сцене появляется телеевангелист Славик Радчук. Мы говорили уже о его, как говорится, участии в этом деле, что его семейный дом связан, вот его адрес был найден в документах суда, вот этого дома роскошного, который по некоторым меркам оценивается в 600-700, а то и в миллион долларов в Джорджии. В Калифорнии такой бы особняк стоил бы в разы, в разы больше. Но в любом случае, в этот роскошный особняк пришла полиция и стала опрашивать Славика Радчука. Славик сказал, что поначалу он сказал в первоначальном опросе, что он якобы видел, как его сын Владимир замахнулся и ударил битой этого американца. Потом он поправился и сказал, что нет, якобы мне сказали, что он ударил, на самом деле я не видел. Ну и вот эта вот его фраза, на которой он, возможно, попалился, полицейского очень сильно смутила. И он ввел Славика Радчука в разряд подозреваемых. Возможно, Славик проговорился, что он видел, что его сын ударил этого американца. Возможно, какие-то другие варианты развития этого события. Но в любом случае, для нас многое становится явным. Ну и на случай, если у кого-то сложилось неверное представление, я ни в коем случае не называю детей Радчука, о которых идет речь в нашем расследовании, осужденными или преступниками. Дело в том, что, согласно законодательству штата Джорджия, их действия попадают в категорию проделок, совершенных в одном единственном эпизоде. И поэтому, согласно судебному решению, по окончанию надзора со стороны соответствующих органов, их преследование по закону было прекращено и обвинения в их адресах были сняты. Хотя, впрочем, это никак не отменяет вышеизложенных фактов. Впрочем, подробности об этом вы почитаете в статье, тоже прикрепленной к видео, ссылкой под этим видео в описании. Я бы хотел еще немножко затронуть, поговорить о миллионных домах семьи Венгелиста. То есть, как я уже говорил, нам удалось вычислить, с мощью судебных документов, официальных бумаг, вычислить, что на семью Славика Радчука было записано, по крайней мере, два дома в штате Джорджия. То есть, в этом округе, в Чироке Каунте, два дома. Один из них, вот в этот особняк роскошный, о котором я говорил, там внутри находится и бассейн. Десять комнат, восемь ванных, то есть двухэтажный или даже трехэтажный особняк. Общая площадь особняка составляет 12 тысяч квадратных футов. Это около тысячи квадратных метров. На территории имеется большая парковка для автомобилей, мотоциклов, волейбольный корт, патио на крыше, джакузи и крытый бассейн. Некоторые риэлторские сайты оценивают данную недвижимость на сумму от 600 тысяч долларов до миллиона. Согласно документам администрации округа, Славик Рачук, Ростислав Рачук, приобрел этот дом в 2006 году у некого Джерри Карута по договору об отказе от права собственности. То есть, другими словами, американец Карут подарил телевинг-листу этот роскошный особняк. Если верить официальным документам, а это единственное официальное то, что у нас есть, Славик никак не подтверждает, не опровергает эту информацию, естественно, этот роскошный особняк практически в миллион долларов бедному украинскому беженцу-евангелисту Славе Курачуку просто-напросто был подарен. Вы можете себе представить, кто этот такой Джерри Карута? Если кто-то знает, пожалуйста, сбросьте нам инсайт, потому что жутко интересно. Может быть, тоже познакомиться с этим человеком и пусть он нам что-нибудь подарит. Что не менее интересно, в 2012 году Ростислав Рачук безвозмездно переписывает эту недвижимость жилую на Анастасию Рачук, которая, в свою очередь, позже, в 2013 году продает эту недвижимость Вере Дубовой за 550 тысяч долларов. Различные риэлторские сайты дают от 600 тысяч, 700, 800 до миллиона сейчас. Но это, учтем, было в 2013 году за полмиллиона 550 тысяч долларов Анастасия Рачук передает некой Вере Дубовой, продает этот дом. Кто же такая Вера Дубовая? Мы заинтересовались. И снова копнули документы федерального уже теперь суда в штате Джорджия и обнаружили, Нью-Джерси и Нью-Йорки обнаружили, что этот дом уходит некому Аркадию Дубовому. То есть Аркадий, Игорь и Павел Дубовые проходили по громкому делу. Если помните, в 2015 году был арестован известный ваптистский проповедник Пенсильвании Виталий Корчевский по обвинению в том, что он оркестрировал, либо создал такую вот пирамиду людей, хакеров, бизнесменов, дельцов, брокеров, которые воровали, вламывали сервера различных компаний, которые публиковали пресс-релизы. И они торговали с помощью этой инсайдерской информации, финансовой информации, незаконно. Покупали, торговали на Уолл-стрит, можно так сказать. И американское государство объявило, что они наторговали на 100 с чем-то миллионов. И вот недавно Корчевский получил практически, кажется, 5 лет лагерей американских. Его дело немножко задержалось, потому что из-за ковида он там пишет, что он больной, ему там нужна операция какая-то. Ну, конечно, деньги есть, адвокатов нанимать можно, можно вот так вот припираться с судом. Но в любом случае, и вот буквально несколько недель назад мы публиковали также, читайте эту новость, на нашем сайте slavik.sac.com, Славянская Сакраменто. Аркадий и Игорь Дубовы, и часть их сотрудников, и часть их компаний, корпораций, они пошли на сделку. Наконец-таки спустя уже практически 5 лет вот это дело идет в федеральных судах различных штатов. И вот они, наконец, пошли на соглашение с федералами. И, соответственно, все практически, кто в этом деле участвовал, в том числе и Виталий Корчевский, они вынуждены возместить ущерб, выплатив десятки-десятки миллионов долларов. На данный момент я осталась вообще без ничего. Этот раз вообще загорелось как-то. Так что уже и крыша горит. Вот. Мы только успели повыходить, огонь гнался за нами. Боже, думаю, господи. Прямо на крыше уже стреляют. Уже, я говорю, давайте отходите, стреляют в этот шифер. Шифер поубивает. Люди вокруг собирались, благословляли эту пищу у нас положено, у христиан благословлять пищу. Очень дружная семейка такая была. Прославляли Бога. Люди к Богу, самое главное, чтобы обращались и менялись. Я уже работаю в этой организации 26 лет. И это последние пять лет, это какое-то нашествие. Как плотно этот клубок бизнесменов, предпринимателей, мошенников и проповедников славянских, там, из Казахстана, тот же Корчевский, Радчуки из Украины, здесь в Америке переплелся. И что государству приходится арестовывать их имущество, накладывать какое-то обременение, удерживать, чтобы они не могли свои фонды рассовывать по карманам. Но в любом случае, чрезвычайно интересно, почему, зачем, вот мне, скажите, если кто знает, почему Радчуки за полмиллиона в 2013 году отдают, продают особняк дубовым. В промежутке между этими сделками произошло чрезвычайно интересное происшествие. В 2015 году государство наложило обременение на семейный особняк в рамках дела дубовых в федеральном суде штата Нью-Джерси. То есть, другими словами, государство запретило продавать этот дом, эту недвижимость, и арестовало, собственно говоря, вот эту вот семейную недвижимость уже веры дубовой. Далее происходит еще одна интересная оферта. В 2017 году дубовая продает этот особняк некой Наталье Радчук за все те же 550 тысяч долларов. Нет ли тут какой-то тайной составляющей? По-моему, очень странно, что Радчукам этот дом достался бесплатно совершенно. Они продают дубовым за 550 тысяч. И спустя 5 лет за те же деньги выкупает эту недвижимость, роскошную жилую недвижимость, обратно себе в карман. То есть, даже за 5 лет, включая, говорится, здравый разум, можно понимать, что этот дом возрастет в какой-то там прогрессии, допустим, ну хотя бы на 50 тысяч долларов. Ну, 150-100 тысяч долларов. Но не за такую же сумму. 5 лет все-таки прошло, недвижимость растет. Вот, интересно бы узнать, что там на самом деле произошло. Но мы базируемся сейчас только на документах этого каунти, документах федерального суда. Я предоставляю все ссылки, все основные документы, чтобы не возникало вопросов. Если кому-то нужно что-то перепроверить, обращайтесь к нам. Либо звоните в федеральный суд, местные власти и так далее. В судебном деле младших рычуков указывается еще один дом, который выглядит поскромнее всего 8 жилых комнат и общей площадью около 300 квадратных метров. Он оценивается в сумму от 400 до 700 тысяч долларов. Это сегодня. Общая стоимость этих коттеджей составляет как минимум от миллиона до полутора миллионов долларов. То есть, интересно, откуда деньги такие у таких взорвавшихся, таких наглых, таких просто грубых и таких, ну даже не образованных где-то украинских проповедников, которые вот даже прошлое наше расследование, базируясь опять же на судебных документах, я описал, выложил и на меня набросились. Начали писать какие-то угрозы, какие-то выставлять мой адрес. Друзья, я не выставляю ваш адрес. Имейте хоть честь, если вас американское государство уличило. Это подсудное дело. Если завтра со мной что-то случится, у меня все скриншоты хранятся, угроз, телефонные записи какие-то, voice mail, месседжи, которые присылают. Я завтра, вы можете сесть за это. Если завтра у меня, не дай бог, в машине открутится одна гайка, и я на фривее потеряю управление. Поэтому, друзья, если ваши собственные комментарии показывают вашу злость и наглость, и ваше христианство, я понимаю, что такие деньги, большие деньги, которые свалились вдруг внезапно на головы этих украинских проповедников, либо их детей, их семейства, они просто снесли им башню, как говорится. Вот, допустим, встречаются с президентом Украины, летают в крутых частных джетах, которые реально стоят просто миллионы, эти джеты. Сколько билет туда стоит, я даже не знаю. И большинство прихожан, или даже 100% прихожан этого не знают. Но давайте теперь раскроем карты, зададим вопрос, откуда деньги у этих горе-проповедников. Возникает вопрос, кто эти прихожане, кто эти люди, которые в комментариях, вот у нас после таких расследований снова здесь начнется бурное обсуждение, что я где-то неправ, где-то соврал, где-то высосал из пальца, где-то там переврал, фейк-ньюс и так далее, неудобная правда так называемая, да. Кто эти люди? Эти люди на самом деле, либо такие же, как вот эти вот телепроповедники, или евангелисты так называемые, либо они участвуют в спайке вместе, они вот околоцерковные бизнеса, вот эти вот международные, Украина, Россия, Казахстан, США, как бы и друг друга покрывают, потому что вытянешь одну доминошку, и все повалятся. Поэтому, собственно говоря, они и консолидируются, эти христиане, так называемые, по своим парт-ячейкам, либо церквям, и поддерживают яростно, так и злобно, и злостно поддерживают вот этих оповедников. Большинство из вас живет в скромных домах, большинство из нас здесь в Америке, по прошествии двух-трех десятков лет, даже не смогли приобрести собственный дом за 350-400 тысяч долларов. Такова правда, реальность. Многие живут в аренде, многие живут в апартментах, получают SSI, то есть пособие на инвалидность, либо пенсионные какие-то деньги. И эти же деньги, вырывая от своих внуков и детей, от своих родственников, от себя, вы несете в карман вот таким вот рачукам, которые на самом деле, на эти же деньги покупают роскошные особняки, где практически там вот вертолет может садиться, да. Их дети покупают крутые тачки, их дети вот попадают в такие ситуации, где их американский суд судит уже не за проповедь Евангелия, как это было с вами, с вашими детьми в Советском Союзе, с вашими родителями. И вы до сих пор думаете и считаете, что эти люди несут свет Христов либо Евангелие Христово этому миру? Ну, я им скажу, что моя рубашка пахнет лучше, чем шинел. Потому что это помазание от Господа. Ну, и напоследок я оставляю, как всегда, для таких горя телеевангелистов, как Славик Рачук, одно либо два послания, либо стиха из Евангелия, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, говорит Христос. И второе место, все, что тайное, становится когда-то явным. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео, распространяйтесь своим родителям, которые не говорят на английском языке, которые не могут доехать до суда, либо не имеют время. Мы работу за вас, по большому счету, сделали. Мы показываем, кто есть кто в этой стране. Не попадайтесь на удочку, не давайте деньги таким людям и не ходите вообще в их организации, которые страшно и стыдно назвать церковью. Спасибо, до свидания. Да будет твое имя благословено! Славик уедет! Но Иисус здесь! Позвольте, я буду с вами почти откровенным. Я помолился, и Господь мне сказал, Господь мне открыл, что ты являешься Сыном Божиим, что через тебя Господь будет проводить великую работу в теле Христовом. Я беру тебя на работу. Господь изменил свое мнение, и Он меня, соответственно, увольняет из служения. Александр Шевченко, Иисуса Христа, я уже тут запутался. Пророчества, семинары, напыщенные служения. Саша, ты мастурбировал, либо нет? Ответ на простой вопрос. Молодого чувака, 17 лет, Христос, висит на кресте и продает диски. DVD 17 долларов, DVD 15 долларов. Вот здесь я проповедую про алкоголь, а вот здесь я проповедую про развод. Потому что, чтобы тому же Александру Шевченко, либо тому же епископу Бондаруку покаяться, им нужно в первую очередь продать свои дома, продать дома детей, которые на деньги вот эти церковные тоже раскрутились. Дом хлеба! Транспортная компания Divine Enterprises предлагает высокооплачиваемую работу с наилучшими условиями на рынке труда для водителей категории А. Мы находимся в Роузвилл, регион Сакраменто. Являемся лидерами в отрасли по качеству обслуживания. Мы гарантируем контрактные грузы и постоянные маршруты, гибкий график работы и отдыха, лучшие в отрасли условия оплаты труда. Возможность зарабатывать бонусы и премии за безопасное вождение и высокое качество работы, пенсионный план 401К и многочисленные льготы. Мы также предлагаем новый терминал в Роклин, Калифорния, круглосуточная диспетчерская поддержка, новые траки и трейлеры. Мы также предоставляем программы интенсивного обучения для новых водителей. Divine Enterprises – это лучшая компания для вашего профессионального роста. Станьте частью нашей команды сегодня, позвонив по номеру 916-781-7200, extension 223. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok